3, 2, 8, половинку просит. Это игры продолжительностью от 10 до 30 минут. Такими крохами можно заполнить перерывы между большими играми, а также после работы собраться с друзьями и семьей и классно провести вечер. Если у вас большой словарный запас или вы любите составлять смешные слова, то настольная игра Lapsus придется вам по вкусу. Вам дается несколько раундов, чтобы составить слова из слогов за одну минуту, в то время как ведущий будет их разгадывать. Используйте карточки со слогами и комбинируйте из них звуки, слова, выкладывайте из карточек недостающие буквы. Главное, чтобы ведущий понял, о чем идет речь. Важно не читерить и избегать однокоренных слов, не выкладывать из карточек символы и перевод темы на другом языке. Так ведь не очень интересно, правда? Партия продлится около 20 минут, но вам однозначно захочется сыграть еще раз. Вы спросите меня, Алина, а что принести в компанию, где у всех разные интересы? А я отвечу, конечно же, симила. Эта игра супер, турбо, мега, мастхэв. Если бы я могла петь Едиферам, бы спела бы о том, какая же она классная, быстрая, красивая, а самое главное, не похожая на остальные, ведь она еще и на дедукцию. Среди выложенных на столе персонажей есть только один загаданный. Ведущий знает, кто это, и будет намекать вам при помощи других персонажей. Вы можете считывать эти намеки как угодно. По цветовой гамме, внешним чертам или смысловому значению. Главное верно уловить суть и понять, на кого же указывает тот или иной герой. Каждый раунд убирайте из сетки определенное количество карт, ровно до тех пор, пока не останется только один правильный. Можно совместить две разные коробочки и угадывать исторические личности при помощи животных. Будет непросто, но довольно интересно. На личном опыте проверено. Симила играется буквально 10-15 минут, но вам никогда не хватит одной партии. Просто невозможно остановиться. Настолько уж классная игра. А если захочется что-то попроще? Просто пошепать картами, но при этом, чтобы было весело и желательно, чтобы не бомбило. Друзья, страдания – это основополагающая нашего настольного культа. Лучше я расскажу вам про игру, от которой вас будет бомбить. Взрывные котята – это очень популярная игра. Серия настолько разрослась, что просто не успеет, вам надо есть. Тут вам и зомби котята с возможностью воскрешения, и дуэльные взрывные котята на случай, если не удалось собрать компанию друзей. Просто на все случаи жизни. Правило взрывных котят – это проще простого. Вы либо играете карту с руки, либо пасуете. После чего вы берете карту сверху колоды. Если там не попался взрывный котенок, поздравляю, вы продолжаете играть. Но если напоролись на взрывного котенка – упс, кажется вы взорвались и выбываете из игры. А пока ждете, когда ваши друзья доиграют, поставьте лайк, чтобы поддержать новый формат и увидеть еще больше классных подборок с настольными играми. Благо партия настолько короткая, что долго ждать не придется. В конце у всех игроков на руке будут взрывные котята. Кроме одного человека – победителя. Если же вы любите цифры, составление комбинаций, но хочется чего-то родного, близкого сердцу, но при этом красочного и динамичного – супер-мега-бинго для вас. Правила вам уже знакомы, а система до невозможности проста. Достаете цифру и вычеркиваете ее у себя на карточке. Только вот процесс игры более динамичный и захватывающий за счет одновременных ходов и бонусов, которые вы будете получать за закрытые ряды. Бонусы помогут вам увеличить количество заработанных победных очков в процессе партии и выйти из этой авантюры победителем. Отлично подойдет для игры с семьей, займет буквально 30 минут, что же еще нужно для прекрасного вечера в кругу близких. Я не забыла про творческих личностей и любителей порисовать. Именно для вас рисовательная настольная игра, и это скоростные каракули. Кто бы мог подумать, что нарисованные на скорую руку картинки могут быть такими веселыми? Все просто – маркеры, белый холст и ваше безграничное воображение. Чем быстрее и точнее ты изобразишь заданную тему, тем выше шансы заработать наибольшее количество очков. Ведущий будет отгадывать ваши каракули, и если ему это удастся, победа у вас в кармане. Скорее хватайся за телефон и звони тем самым друзьям, которые говорят, что у них нет времени играть с тобой в настольные игры, ведь больше эта отмазка не прокатит. Теперь ты знаешь целых 5 настольных игр с быстрыми партиями и можешь играть с семьей, с друзьями, развлекать народ на вечеринках, при этом не жертвуя драгоценными часами своего плотного графика. А пока вы играете 10 партий в Симила и не можете остановиться, пойду приготовлю для вас новую крутую подборку настольных игр. До встречи на канале, друзья, всем пока!